Тяга к прекрасному заложена в каждой женщине, даже если ей всего 4 года. Пока папа выполняет свой долг и защищает родину, Алиса занимается творчеством. Вместе с мамой она пришла на мастер-класс по росписи глиняных фигурок. Мы сегодня с мамой пришли, и то бы селепитие было, и потом мы будем игрушки изукрашивать, и потом будет музыка, и потом мы будем танцевать. Областные и окружные депутаты, общественники, сторонники партии «Единая Россия» в преддверии 8 марта встретились с семьями военнослужащих, поздравились с наступающим праздником и дали старт всероссийскому марафону для милых женщин. Он пройдет по всей стране. Мы проводим мастер-классы для жен, матерей мобилизованных. Будем проводить мастер-классы в военных городках. И так хочется создать маленький праздник этим великим женщинам, которые воспитали таких прекрасных защитников. И, знаете, иногда от слова «подруги», от слова «близкого человека» на душе становится приятнее. Вот в этом цель нашей акции. Цель весенней акции – напомнить женщинам, что красота спасет мир. А через арт-терапию легче справиться со стрессом. Ну а мы, в свою очередь, от лица некоммерческих организаций Москвы предоставляем свои инклюзивные мастерские в круглосуточное пользование всем семьям, мобилизованным и детям, которые могут прийти и позаниматься у нас ткачеством, позаниматься у нас керамикой, гончарным делом. Ну и у нас много всего чего интересного. В рамках марафона по всей России в период с 6 по 8 марта с женщинами также будут работать специалисты бьюти-индустрии. Сейчас мы будем запускать проект, где женщина и ее дети могут во время фотосессии преобразиться и эти фотографии отправить своим мужьям, либо сыновьям на фронт для того, чтобы они знали, что красивые женщины, их жены, их матери ждут здесь. В рамках мероприятия сторонники «Единой России» передали пряжу для мастериц округа, которые вяжут военнослужащим теплые носки. Не обошлось в этот день и без культурных подарков. Также, пользуясь моментом, мы со своей стороны по линии сторонников партии отметили общественную организацию «Серебряные волонтеры» Одинцовского городского округа и передаем им сертификат на посещение музея «Зои». 30 человек поедет. Встреча проходила в неформальной дружеской атмосфере и в адрес женщин звучали самые теплые слова. Дорогие женщины, всех с праздником! Оставайтесь здоровыми, сильными, красивыми. У вас прекрасные мужья, отцы, дети. Мы ими гордимся. Ну и ждем всех обратно домой. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.